всем привет вы на канале крипто комманс и сегодня мы поговорим о том как работает рынок и как на нем заработать сразу хочу сказать что канал сейчас растет экспоненциально как и курс биткоина большущий вам за это респект нас уже больше двух с половиной тысяч подписчиков и я решил сделать это видео потому что вижу что приходит все больше и больше новичков молодых ребят которые пока еще наверняка не знают всего того что знаю уже я как бы это пафосно не звучало но просто хочу поделиться своим опытом потому что конечно же они будут учиться на своих ошибках но может быть кто-то из чужих извлечет урок если вам нравится такой контент не забудьте подписаться поставить лайк написать комментарий и погнали ну смотрите давайте начнем с базовых вещей почему вообще цена растет да и почему она падает смотрите по логике вещей цена растет от того что спрос превышает предложение да то есть все хотят купить но мало кто хочет продать соответственно все покупают по рыночной цене то бишь по какой-либо из стакана и тем самым задирают цену выше понимаете да что есть биржевой стакан вот на битфинекте самый понятный стакан вот даже сейчас мы видим по минимальному разбросу что купить хотят по 17 200 больше вот 58 битков чем продать по 17 264 48 битков если мы отдалимся ну вот мы видим с вами на максим на большем отдалении что по 14 900 хотят купить 3380 биткоинов по 19 600 хотят продать всего 2800 то есть покупатель здесь давит цену наверх соответственно больше хотят купить поэтому цена растет и наоборот да когда больше хотят продать то они абы по какой цене прямо по стакану бьют вот и цена падает потому что они не по отдельной цене вы же понимаете что если у вас дофигища битков вы не можете продать их все по одной и той же цене поэтому вот это вот market cap капитализация так называемая это просто конченая дутая хрень надо обновить страницу курс уже другой но курс подрос уже на 300 баксов короче вот это market cap капитализация это дутая конченая хрень потому что она считается из расчета цена умноженное на количество монет в обращении это полный бред потому что но во первых монет в обращении уже хоть и столько но из них утеряна уже добрая треть наверное навсегда и это кстати хорошо для цены потому что они не будут продавать они обрушат но суть то в чем это считается как капитализация типа 318 миллиардов да но ведь это считается что в грубо говоря все вот эти монеты будут проданы по вот этой цене это же невозможно если вы захотите по рынку продать хотя бы миллион биткоинов вы обрушите цену очень сильно соответственно вы даже несколько то монет не продадите по одной цене поэтому естественно цена будет падать и капитализация тоже будет в моменте падать так что нет там никаких 318 миллиардов долларов чтобы вы понимали а есть там дай бог 30 миллиардов если все начнут доставать это у любой херни такая капитализация не только у криптовалюты у фондового рынка у любой компании это все дутая хрень с этим разобрались так вот но опять же цена растет когда все покупают но тогда бы все зарабатывали правильно это же самое здесь бы тоже все зарабатывали все же продают а она дешевеет потом дешевле купят но так не бывает суть то в том что цена растет не когда все покупают а когда больше объем большим объемом покупают но мы-то с вами понимаем что больше объем у кого у бирж у маркет-мейкеров у майнеров они у простых людей как мы с вами мы с вами простые люди иными словами хомяки и мы хотим мы как бы можем прокатиться на этом поезде вместе с китами поймать эту волну но тогда нам нужно быть готовым и к просадкам и ко всему остальному то есть смотрите в чем фишка то получается как вам сказать маркет-мейкеры биржи и киты кто вот это все делают большие движения они не встают вместе с толпой они встают против толпы и почему вот здесь был весь вот этот рост как вы думаете да потому что толпа продавала и потом откупала дороже хомяки продавали откупали дороже это же логично теперь смотрите вам чем-то напоминает вот это вот у нас был предыдущий максимум вот мы его переписывали смотрите здесь было две коррекции никто не верил что мы будем расти все продавали маркет-мейкеры и биржи покупали у простых людей кто вот здесь фиксировал прибыль знаете вот отсюда с 200 баксов до 1000 это уже биткойн дал 5 иксов и многие думали ну все хорош и здесь кстати также было если вы посмотрите и раньше там в истории также было если посмотреть вот в общем соответственно тут эти же люди кто вот здесь не верил и продавал тут эти же люди покупали вот тут вот тут они уже думали ну все это безоткатный рост to the moon понимаете и биржи им любезненько и маркет-мейкеры и киты любезненько продавали все это причем не сразу они сразу на эти как сильно обрушили они потихонечку весь год продавали и вот здесь когда уже все думали что все медвежий рынок закончился типа как вот здесь или типа как вот здесь они сделали еще бам вот эту волну плюс вот эта вся фаза которая у нас была в 2019 с преждевременным булраном и корона дампом она как бы немножко не вяжется с вот этой стадии накопления где у нас просто был сильный дамп и потом уже экспоненциальный всплеск вот это свеча объемов и мы пошли наверх здесь скорее был экспоненциальный всплеск вниз капитуляция немного другое накопление но тем не менее если если рассматривать это как средние скользящие какие-нибудь там получится примерно вот такая картина понимаете то есть вот там получится спокойный такой флэт без вот этих вот в резких выпадов и это будет более правильно потому что на самом деле на рынке побеждает инвестор они трейдер это вы должны понимать 90 процентов трейдеров если не 95 долгую теряют на рынке а зарабатывают грубо говоря холлеры и инвесторы поэтому тут очевидно растущий рынок и давайте разберемся как на нем заработать хочу отметить обалденную биржу фемикс биржа офигенная дает торговать биткоином куча альткоинов здесь есть нулевые комиссии на споте по премиум подписке то есть вы можете попробовать trial а потом оплатить на год там какие-то копейки он стоит и торговать с абсолютно нулевыми комиссиями всеми вот этими монетами а также фьючерсный трейдинг контракт трейдинг то есть то что вы любите трейдинг с плечом битком эфиром xrp линком тезисом лайткоином золотом даже это уникальная фишка на фемикс кардана bitcoin кэш компаунд wi-fi алга dot юни swap очень удобный интерфейс здесь можно делать саб аккаунты то есть в одном аккаунте биржи вы можете создать несколько саб аккаунтов в одном например держать лонг скажем небольшом плече а в другом шортить в большом плече пробовать на небольшой объем также здесь есть опция bracket orders то есть у меня по ней есть отдельный урок сейчас он появится сверху ну и замечательные депозитные бонусы если вы все еще на битмикс с которого по-любому надо валить или только на бинансе который тоже дико глючно и зависает обязательно попробуйте эту биржу я думаю вам понравится очень очень удобно закрепленном комментарии или в описании видео вы найдете ссылку на фемикс и бонусы до 680 долларов на ваш счет вот они все обязательно используйте вот эту ссылку так что зацените сейчас опять же никто не верит в рост то есть на самом деле логичнее предположить что будет рост тем более если вы почитаете комментарии я сейчас не буду в это вдаваться чат и комментарии вы сами все видите под всеми роликами в ютубе в телеграме я вижу 90 процентов ну ладно честно говоря на чистую 70 80 процентов я вижу медвежьих комментариев что люди не верят в рост смеются над прогнозами говорит какие сто тысяч какие там миллион долларов но я вам еще раз говорю вот здесь они говорили тоже то даже не то что никто даже не говорил какие 20000 есть просто не было таких разговоров и вот здесь когда он стоил 10 долларов тоже не было разговоров и эфир когда стоил 4 доллара не было разговоров за тысячу поэтому тут все понятно смотрите то есть грубо говоря будет рост очень вероятно когда толпа начнет все это дело уже покупать на хаях то будет очень вероятно падение но значит ли это что не будет вот таких вот историй нет не значит могут быть вот такие истории с резкими просадками могут быть поэтому нам нужно себя обезопасить с вами как трейдеры то ждать любой вариант даже самый маловероятный потому что любой рост он может быть с очень он не может быть он обязан быть с очень сильными откатами вот такой вот нездоровый рост как у ripple он всегда тоже влечет за собой моментальный откат поэтому тут как бы так поэтому да если вы инвестор вы инвестируете вкидываете в биток по любой цене понятно что сейчас все понимаете те кто говорят что уже поздно и по 20 дорого они же говорили и по 1000 дорого и по 10 дорого что все это пузырь и понятно что тут как бы это все спекуляция то есть как вам сказать фундаментал биткойна технология блокчейн то что она такая крутая до что нельзя поделать там нельзя напечатать дофига их нельзя украсть если правильно хранить нельзя цензурировать заблочить вам счет нельзя лимитировать то есть вы реально можете передавать сколько угодно биткоинов по всему миру за 15 минут там транзакцию в любую точку мира отправить но как вам сказать ценность и цена это разные вещи и вот эти фундаментальные характеристики биткоина что это такая крутая современная вещь цифровое средство платежа накопление передачи ценности она никак не связана с ценой ценность биткоина то есть эти же фундаментальные характеристики будут прекрасно отрабатывать при цене и в 1000 долларов и в 100 долларов и в один доллар даже понимаете даже с учетом нынешних комиссий того что нет еще до сих пор нормального second layer solution типа lighting network или там каких-то быстрых решений хотя вот сейчас вроде paypal приходит все делают но это централизованное решение децентрализованных решений кроме как на эфире и на defy пока нет тоже это все на ранней стадии зарождения еще поэтому вот я как бы сейчас так просто озарениями гоню с одного на другого перепрыгиваю вы меня если чё в непонятно в комментариях пишите или в telegram добавляйтесь пишите там телега у нас вот здесь вот если чё вот на все отвечу объясню если не согласны с чем-то пишите свое мнение оппонируем с вами ну и что тут скажешь в общем да надо понимать что биржи и киты они по-любому играют против вас потому что против вас я сейчас имею на большинство против нас если так хотите чтобы вам не обиднее было реально против нас они играют поэтому нам надо стараться как трейдерам и как инвесторам быть на стороне меньшинства потому что не бывает так что все зарабатывали вы поймите там на рынке то деньги не из воздуха делаются они это zero some game как это по-русски игра с нулевым результатом то есть кто-то выиграл но кто-то значит проиграл правильно поэтому смотрите по логике да сейчас будут проигрывать те кто шортят кто продают то есть даже когда вы не находитесь в биткоине вы по сути его шортить понимаете это что вам потом придется дороже покупать либо вы даже если не будете покупать вы просто потеряете эту возможность упустите эту выгоду оставаясь в долларе в рубле там или в чем вы поэтому еще раз смотрите вот у нас модель stock to flow то не в курсе про модель stock to flow срочно google тоже мне долго придется все это рассказывать но если есть такие обязательно google stock to flow соотношение запаса к потоку но в двух словах это каждый халвинг биткоина кто не в курсе про халвинги тоже гуглите каждые четыре года у биткоина происходит ополовинивание награды за блок майнером то есть грубо говоря дефляция то есть каждые четыре года все меньше и меньше в два раза биткоинов начинают добывать при том что спрос на них растет и вот эта белая линия это индикатор высчитывающий из модели stock to flow предсказывающие грубо говоря следующее движение цены если посмотрите ток после каждого халвинга эта штука вырастала примерно в пять в десять раз и цена после этого догоняла ее и даже перегоняла и потом остужалась чуть-чуть уходила ниже потом опять вот халвинг опять цена уже медленнее но догоняет перегоняет и остывает немножко и сейчас вот снова stock to flow показывает нам что мы идем куда-то на 100 тысяч долларов с учетом того сколько сейчас печатают долларов и вообще что творится в мире какой пиздец я думаю это абсолютно нормальный прогноз и через следующие четыре года он будет также сигналит на миллион долларов но опять же еще раз хочу вас предостеречь что мы можем туда идти не вот так вот чтобы все заработали а мы туда можем идти и вот так вот понимаете и вот так вот кто его знает так как мы попадем волатильность очень высокая может быть сейчас поэтому аккуратней с трейдингом с большими плечами если вы торгуете в больших плечах именно скальпите интродейте как называется то используйте обязательно стоп-лоссы риск-менеджмент но теперь давайте приблизимся и поговорим про это детальнее потому что это важно и также пару слов о моей любимой бирже bybit это лучшая биржа где вы можете торговать эфиром и осам xrp держа на балансе эфир и xrp и получая профит тоже в эфире в xrp то есть вам не надо для этого переходить в тизер но также и кто торгует кто любит баланс держать ее из детей здесь тоже есть вот BTC, ETH, ETH, LINK, Litecoin, TESUS, USDT здесь также есть функция long short одновременно в USDT контрактах то есть вы можете открыть сразу в две стороны позицию и потом закрыть одну из них там как сами посчитаете прибыльную или убыточную в общем офигенная биржа очень удобно реализован функции stop loss, take profit все вот это и опять же вы найдете в закрепленном комментарии или в описании этого видео ссылку на биржу плюс действующие промо-коды и дополнительные депозитные бонусы обязательно зацените теперь про психологию трейдинга немножко смотрите теперь немножечко про ваш трейдинг интродей скальпинг и так далее вот минутный график мы смотрим да кстати свечи хайка наши рекомендую всем они лучше чем обычные свечи они чуть более заторможенные но показывают точно вот смотрите обычные свечи видите сколько шума каждая свеча то красная то зеленая хрен поймешь постоянно ложные какие-то рисуют ложный цвет у свечи постоянно а хайка наши более-менее ровно вот вниз красная вверх зеленая почему так кто не знает у меня есть урок по хайка наши на costv у меня был этот урок на ютубе но youtube его удалил из-за авторских прав поэтому кому интересно обязательно посмотрите вот этот урок по хайка наши на сайте costv costv это децентрализованный видео хостинг у них есть монета своя коз контентас на бинансе торгуется и отсюда ничего не могут удалить здесь все по чесноку вот я делал перевод видео урока с канала secret mindset ссылку оставлю в описании посмотрите обязательно это дико полезный инструмент вот ну а мы что с вами здесь о чем говорим что мы сейчас говорили с вами о том что market maker и биржи играют против нас вы же замечали наверняка что как только вы входите в сделку вот согласитесь по-честному чаще чаще как только вы входите в позицию сразу цена идет против вас напишите в комментариях так это или нет конечно бывает что сразу цена идет вашу сторону и это можно сказать easy трейдинг то есть вам уже остается только либо передвинуть стоп лосс в профит сразу или в безубыток либо дождаться прибыли нажать тупо закрыть и все но теперь смотрите в чем разница вот допустим вот здесь надо рассмотреть на вот этом удачном примере допустим вы хотите стоять по тренду улонговать на и вы входите вот здесь позицию и цена сразу уходит против вас и смотрите в чём разница если вы здесь возьмёте сразу 10 плечо то вот тут вам будет уже пипец как страшно и вы либо все продадите в большой минус потому что он будет реально большой цена пройдет сколько здесь даже не важно 2 процента она пройдет у вас будет минус 20 процентов либо вас сразу закроет постопа потому что вы не захотите 100 далекий ставить вот и вы видите продадите или стопонетесь и цена улетит наверх и вы такие, блин, опять здесь зайдете в лонг, опять она пошла против вас. А теперь смотрите, почему я говорю, не плечуйте сильно. Представьте, что вы вот здесь зашли без плеча, или в первом плече. Цена ушла вниз на 2%, вам пофигу, у вас небольшой минус, вы здесь докупаетесь вторым, третьим плечом. Бум! Забрали профит, сняли плечо, опять остались без плеча, смотрите, что дальше. Таким образом, это техника плавного усреднения, плавные разгрузки и догрузки позиций. То есть, вы не впрыгиваете сразу, понимаете, одно и то же движение. Хомяку в десятом плече здесь будет страшно, и он все сольет, а смарт-трейдер, он зайдет потихоньку, и потом, если что, зайдет еще сильнее. Вот мы посмотрим, давайте, 30-ти минутки. Вот, вот на этом ясно, понятно. Вот здесь, если вы решили, что это отскок, и взяли в десятом, то здесь, я боюсь, что вас смыло вообще. Ну, либо вы потеряли пол депозита точно. Даже если вы в пятом здесь зашли, и либо вам стопы все сбрило, либо вы понимаете, да? И даже здесь, если вы сейчас войдете в пятом или в десятом на отскок, вероятно, что, конечно, мы пойдем наверх, но также, вероятно, 50 на 50, что мы пойдем вниз, вот так еще. И прикиньте, вы вот здесь вошли в десятом, и вот здесь вас смыло. Зачем вам это надо? Теперь прикиньте, что вы здесь вошли в первом, цена пошла еще вниз, и вы это воспринимаете не как просадку и как плохую новость для вас, а как возможность, как хорошую новость и возможность докупиться. И вы здесь подключаете второе плечо. Но если вы торгуете в кроссе, то у вас уже оно само здесь будет становиться почти второе, потому что риск будет расти. Третье, ну, не важно, пятое сразу. Я извиняюсь за эти каракули, у меня что-то трейдинг вью подвлип. Короче говоря, вы здесь входите в первом, в лонг, здесь во втором, а здесь только в пятом, без всяких стопов. И таким образом, чтобы вас не ликвиднуло, даже если мы сходим сюда, чтобы тут у вас просто ваше кросс-плечо превратилось в десятое. Естественно, у этой техники есть риск того, что мы сходим еще дальше против вас, и тогда вас смоет, когда у вас, грубо говоря, плечо, вы уже недоусредняетесь там, но у вас плечо само, когда дойдет до сотого, то вас ликвиднет. Соответственно, вы можете плавнее делать эту нагрузку, рисковать. Пятое включать только здесь, а здесь десятое. Понимаете, да? Но это Мартингейл, это увеличивание позиции. Чаще всего эта штука отрабатывает. То есть у вас средняя цена с каждым вашим входом смещается все ниже. То есть если вы вот здесь догрузитесь, у вас средняя цена будет где-то здесь. И потом вам просто достаточно маленького отскока даже, чтобы закрыться как минимум без убыток или в хороший плюс. А если цена улетает туда, то вы вообще в очень хорошем плюсе. Так, не знаю, слушайте, как-то так вот на пальцах сейчас объяснил, что хотел, вроде ничего не забыл. В общем, да, резюме такое. Будьте осторожны, сразу много не плечуйте, иначе вам будет страшно, вы будете выходить из хороших сделок, потому что вам будет казаться, что они плохие в моменте. И понимаете, да, что биржи, маркетмейкеры, никто вам не даст всем заработать. Точнее, на бычьем рынке как раз дадут всем заработать, кто спокойно-спокойно держит лонги и рассчитывает риски. Потому что будут брить всех тех, кто продает, и тем более продает с плечом. Как бы я гарантии вам не хочу ни киедовать, я не финансовый советник, но это мое мнение. Пишите в комментариях, если вам понравился такой формат, и чтобы вы дополнили от себя, пишите про свой опыт в трейдинге. И помните, что HODL побеждает, HODL реально побеждает. HODL побеждает, потому что, во-первых, вот, iPhone 4 стоил 8500 битков, iPhone 12 стоит 007 битка через 10 лет. Во-вторых, вот почему HODL побеждает. Вот старые заявки из обменника, которые я делал в 2016-2017. Посмотрите ценник. 22 тысячи рублей, 0.45 биткоина. 10 тысяч рублей, 13 эфиров. Посчитайте все сами. Естественно, я не доходил большую часть из этого. Я все распродавал уже 10 раз, когда все это росло. Что-то там даже шортить пытался. Но по факту, просто купили и держим. Вот что, ребята. Все, вот какие-то такие сегодня мысли. Я смотрю, вроде все там отрастает. И альтушка тоже пошла наверх. Если вам понравился этот формат, дайте знать. Будем продолжать. Спасибо большое, что подписываетесь на канал. Лайкайте, пишите комменты. Это очень помогает алгоритмам YouTube. И не забывайте пользоваться партнерскими ссылками. Наверное, не все, конечно, сказалось. Еще будут обязательно мысли. Я с вами буду ими делиться. А пока вот так вот всем профита. И будьте осторожны на рынке. Рынок даст заработать. Но не нужно постоянно пытаться угадать, куда пойдет цена. И постоянно быть в позиции. Это уж точно. Лучше редко заходить в позицию, на метку. И так, чтобы поиметь тех, кто... Ну, вы поняли. Все, всем профита. Это был Пла-ла-ла, он же Гринни Джо. Это канал Крипты Комманс. Не финансовый совет, дисклеймер. Продолжение следует...